Приветствую вас, Екатерина. Смотрите, суть вашего вопроса, да, в том, что у вас есть некие проблемы с настроением, некие проблемы с восприятием себя. Вам не хватает любви, вам не хватает общения, вы пытаетесь, пытались получить это с мужем, у вас не вышло и вы, значит, устали это одиночество, потому что, вот, вы ходите любви. Вы спрашиваете, что же нам делать, потому что, говорить о том, что, ну, что мне плохо, вот, мне плохо, меня никто не любит, я хочу, чтобы меня полюбили, но меня не любят. Вот. А я ведьма, говорите вы, получается, ну, неужели, неужели, точнее, говорите вы, неужели я ведьма, вот. Знаете, вы, на мой взгляд, транслируете сейчас, такую позицию, как позицию жертв. Вот. То есть, вот вы зарегистрированы на сайте LiveExpert в 2018 году, вот. Но вы ни разу не работали. Ам. С психологом. Как я понял. И, на мой взгляд, это одна из, ам, самых главных проблем. Что, такое вот ощущение, да, что вы, ну, не готовы решать, ам, свои трудности, не готовы решать свои проблемы, не готовы их решать. То есть, братья, что-то делать, если у вас, к примеру, есть подозрение на то, что вы, ну, к примеру, психически больно, допустим, то нужно обратиться к врачу, спроситься к специалистам, вот, например, и чтобы вам поставили, значит, диагноз, чтобы вам назначили лечение, если вам это действительно нужно. А, пока вы просто жалуетесь, вот, просто жалуетесь, просто, одеваются руки к небу и говорите, вот, как-то у меня плохо. Вот. Понятно, что у вас не хорошо, но и делать что-то нужно. Во-первых, вот вы говорите, что у меня очень редко припадное настроение, да? Вот. Ну, я, ну, я, конечно, не знаю еда, я не знаю, что из чего, что из чего выращают здесь, безусловно, я не могу этого знать, но я думаю, что, как минимум, вам нужно пройти все обследование, как минимум, да? Вот. Чтобы самой понимать, что происходит с вами, чтобы, ну, мужу, может быть, было легче, и не только мужу, чтобы было легче, но и всем, кто с вами, ну, взаимодействует да? Вот. Так или иначе. Ну, это, это работа. Знаете, это работа. А вы, вот, с прошлого года, по сути, вот, как бы, только, вот, задаете вопросы. Вот. И, поймите правильно, что в вопросах-то ничего такого плохого нет, да? Тут ничего плохого нет в том, чтобы задать вопросы, но нужно, чтобы это, чтобы это перерастало во что-то, да? То есть, нужно, чтобы за этим следовали ваши действия, чтобы вы, например, занимались терапией с психологами, да? Чтобы вы, там, к примеру, занимались с собой, да? И так далее. Вот. А не только вот тем, что вы занимались задом, сейчас вы, по сути, просто прочитаете. Да, жертвы, по сути, просто прочитаете. И это, вот, позиция жертвы. А ваша, это позиция жертвы. И она вам... Я боюсь, что ничего хорошего не даст, кроме того, что будет, там, сюда, загонять ещё такую большую ловушку. Вот. К сожалению. Поэтому... Ваши размышления, они деструктивны. И так. Дело в том, что у меня есть мощный, я не чувствую, что я ему нужна, что он меня любит. Того же не могу дать ему. Я не чувствую, что нужна мужа. Скажите вы. Попустим. Вы не чувствуете, что вы нужны мужу, но чувствуете ли вы, например, да, чувствуете ли вы, например, что нужны себе самым. Потому что то, что вы мужу не нужны, это я понял, а вот нужны ли вы сами себе. Это, мне кажется, очень такой важный вопрос и важный момент. Насколько вы нужны себе. Задумывались ли вы о том, почему не можете дать мужчине любви. Так? Ну тут вообще неплохо было бы разобраться с тем, как вы вообще вместе оказали, если своего мужа вы не любите. вот. То есть, зачем вы вообще в таком случае вместе находитесь? Зачем вы женились, выходили замуж? Да, ну понятно, что он женился, а вы выходили замуж. Зачем? 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 Для меня это вот то, что пока остается, ну, поймем за любым замком. Потому что, ну не очень понятно, зачем это все делается. для чего это все делается, с какой, собственно, целью, да, это все делается. А вот, потому что, ну, если вы выбирали друг друга, это, наверное, что-то друг другу чувствуется. Если в начале было, ну, в начале было одно, а сейчас, к примеру, там, другое, то, ну, что-то изменилось. И нужно посмотреть, что изменилось. Нужно посмотреть, что произошло. Да? Вот. Вот. Это, на мой взгляд, очень важно. Очень важно. И, как бы, таким образом, вы смогли бы решить в некоторой степени, да, ну, определенные хотя бы, свою сейчас проблему. Дальше. Я вообще не могу дать чистую любовь. Я от себя себя в любите. Я очень хладно. Мне обидно, что за меня никто не сможет полюбить. А почему у вас направленность любви связана с любовью извне? То есть вам обидно, что вас никто не сможет полюбить. А как насчет вас? Вы же, получается, вы же, получается, сами не любите, и вы хотите, чтобы полюбили вас. То есть, ну, вот, мне кажется, что здесь какие-то такие, я бы сказал, знаете, двойные несколько стандарты, потому что вы сами не можете отдать вот, ну, условно говоря, любви. Но вы хотите, чтобы дали вам. То есть, ну, мне кажется, что это несколько позиция, опять же, неосознанная. Ну, неосознатная позиция. Есть, потому что, если у вас идёт такой, как бы, акцент на любви, да, если, ну, для вас это, вот, вас волнует эта тема, тема любви. Вот, то нужно смотреть, чем она вас волнует, нужно смотреть, чем она вам беспокоит. А, понимаете, какая история. То есть, вот, необходимо уловить вот эти вот вещи, почему вам так важно, чтобы вас полюбили, почему вам обидно, чтобы вас полюбили. Здесь уже чувствуется такая, знаете, я бы сказал, ну, жертвенная какая-то позиция, здесь уже чувствуется, здесь уже ощущается, знаете. Вот, и это не это хорошо для вас, потому что вы становитесь, ну, вы становитесь увеземым. Вот, когда, ну, в таком ключе ситуация происходит, понимаете. То есть, любовь это то, что может дать вам другой человек, но не обязан. А у вас стоит проблема именно того, что вам обязан дать любовь. Вот, и это, безусловно, делает вас таким, ну, с партнером, да, это делает вас, это делает вас очень, очень зависимым партнером. Вот, дальше, значит, меня надо выдержать мою ужасное и резкое смертное настроение, от агрессии до эйфории, они очень чистые, реально сложно контролировать, если она страдает. Видимо, больная психически так, ну, а почему не обратиться к врачу? Ну, я вставать одиночество, ответить не могу никому. Это работа с психологом, принятие себя, это себе нарастление ваших чувств, это работа с психологом. Я вставил от недоверия к людям, от чего это скоро одна. Ну, здесь, мне кажется, вот, принципиально неверное восприятие баверия, ну, на мой, на мой взгляд, да. Наверие, это не то, что, вот, вы под ним понимаете, да. Наверие, это все-таки, когда человек доверяет себе, когда он полагается на свои чувства и когда он, ну, к примеру, не стыдится. Не стыдится, вот, ну, каких-то вещей в себе саму. А вы-то, получается, как раз таки, вы стыдитесь этих вещей, получается. Понимаете, в чем, вот, в чем суть, как раз. Вы стыдитесь этого. Вы стыдитесь своих эмоций. Вероятно, вы стыдитесь своих переживаний, ну, каких-то и так далее. И, собственно, из-за этого, что такая проблема, из-за этого не может довериться людям. Опять. Потому что, чтобы довериться людям, нужно добраться вон. Вот, не по-другому. Только так. Дальше. Так, значит, даже им узел открыться не могу. Проблема, мы не любим друг друга. Так, обидно, если других любят, значит, духовно они чаще лучше. Скажите, пожалуйста, Екатерина, Екатерина, как любовь человека делает лучше и чище другого? Вот, эм, как это вообще возможно? Если честно, я, я просто, я не очень понимаю, как это, как это возможно. То есть, человека просто любят. Человек. Человек просто любят. Он не умеет сам ответ. С чего вы решили, то если человек любит, значит, он лучше и чище. А вы себя считаете хуже и грязнее? А с чем это связано? Откуда у вас такие мысли? Да? Возникает. Давайте вот как раз с этими моментами и будем разбираться. Например. Ну, например, да, вот с этого и начнём. Скажите, как раз, откуда у вас, что в этом понимании, что чище, лучше, да, и прочее. Что вы под этим вообще понимаете? Что, ну, как в этом всё видеть? Важно это? Важно. Ну, нет, понятно, нужно. Вот. Далее вы говорите, я ведьма, значит, или змея, мне так сильно за всё. Ну, вот, эм, здесь вот всегда, это одна из причин, которыми найдётся в любви. Эм, почему? Да? Почему так? Дело в том, эм, что, эм, значит, именно из-за обесценивания у вас возникает потребность в злая поддержка. Вы себя обесцениваете, вот. Вы себя обесцениваете, и вы себя не понимаете. Вы стыдитесь, стыдитесь, ооо, стыдитесь, чего-то в себе. Вот. Ну, и, как тут? Вот, серьёзно, да? Как, как тут не, эм, я что-то, эм, не надо соблюдать. Понимаете, какая штука? Эм, так мне кажется, что, ну, это, вполне такая нормальная, естественно, естественно. Да, нормальная, естественная такая позиция. А вот, эм, значит, что вы, вот, в случае, если вы стыдитесь, вы задаете себе другой вопрос, откуда стыдь? Или с чем он сказал? Эм, вот, о его образовании, об образовании стыда, и о том, как, как вы его чувствуете, как вы его, эм, ощущаете. Эм, нужно, на мой взгляд, эм, поговорить, поговорить и разобраться. Вот. Разобраться, понятно, исследовать, посмотреть, помочь вам прожить, это все переживания. Вот. Может быть и легче становится, но не может, скорее всего. Вот. В целом, это, конечно, очень много таких, вот, видишь, эм, понятий, да. Что я, я, там, ну, все проще. То есть, эм, вот, эм, такие вот, интроекты. То есть, это, то, что те, э, высказывания, э, мнения, э, людей, да. Эм, вот, о ваших, э, ну, которые вы, получается, просто взяли и целиком приняли. Вот, я уверен, что это не ваше мнение о том, что вы, э, там, змея любит. Ну, а ведьма прямо по себе, это, вот, э, к сожалению, к сожалению, да, такая, в большей степени, э, э, уже мистическая история. То есть, вы, вот, как-то, не чужди мистики, мистики. Почему-то, почему-то вы не чужди мистики. То есть, вот, мистика вам не чуж, не чуж, реально, мистика вам не чуж. Вот, ну, от мистических, э, представлений. Избавиться вам, что же можно и нужно помочь, потому что, э, мешает, потому что, э, вас это отвлекает от, реальной жизни, от реального, э, восприятия себя, от, э, реальных вещей, вот, которые действительно, э, ну, которые, э, реалистичны. Вот, а вы, э, совсем, ну, не туфти, идете, вот, естественно, на это платится куча-куча энергии, Екатерина. Вот, поэтому, вот все связи, э, ваши, э, такие, вот, смысловые, рациональные связи, их надо прорабатывать. То есть, э, подвергать сомнениям, критиковать, э, соблюдать к реальности, причем, нужно, нужно, правильно понимать, здесь, э, слово, критику. Критика мною понимается не как, э, э, что-то негативное, да, а как что-то исключительно объективизирующее. То есть, если мы говорим о критике, мы говорим об объективизации истории, об приближении к реальности ваших представлений, вот. А ваши представления о себе, они, ну, явно не приближены к реальности, хотя потому, что вы видите связь с тем, что вас не любят, тем, что вы, э, может, семья или ведьма. Вот, я понимаю, что вы, вот, тема любви, она для вас, э, как-то вот, ну, актуальна. Но, тем не менее, это не меняется. Следующий важный момент. Следующий важный момент. Ваши, ваши резкие припарное настроение, э, вполне могут быть связаны со тем, что, э, ваши родители, они ругали вас по поводу. То есть, в том-то, такая хаотичная, хаотичная, ну, в некоторой степени. Реакция людей, реакция ваших, ваших, ну, близких людей, вот, хаотичная. То есть, и чего вы сами, э, ну, не очень хорошо понимаете, что вам делать. То есть, вы сами не отдаете себе отсчет в том, где, собственно, что-то хорошее, да, а где что-то плохое. И для этого такая вот история. Вот, ну, опять же, да, с этим нужно работать. То есть, тут, о, не какие-то отдельные советы и вот, обращаясь туда делать, хоть нужно настраиваться на терапию. на терапию, на психотерапию, на лечение. Вот. Такая вот история, Екатерина. А я бы вам пригласил изучить для начала треугольник Карпмана. Вот, драматический треугольник Карпмана. Вот, я очень надеюсь, что вы увидите в этом треугольнике с Карпмана себя, потому что вы, на мой взгляд, очень-очень-очень-очень сильно ведете себя как жертвы. Вот, в чём, безусловно, не ваша вина, но, не менее. Вот, и постепенно-постепенно выходить из этого состояния. Проживая свои чувства, знавая их и беря за них ответственность. На этом всё. Надеюсь, я помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...